Инженеры, химики, физики, выпускники Самарского технического университета получают специальности, особенно востребованные сегодня. Конкуренция среди технических вузов страны велика. Выйти на новый уровень, улучшить рейтинговые показатели, попасть в число опорных региональных вузов, а значит и получить повышенное финансирование. Такие возможности даст объединение Политеха с Самарским архитектурно-строительным университетом. Решение о слиянии единогласно приняли на заседании ученого совета технического университета. Его поддержали студенты и педагоги. Политех всегда был одним из ведущих вузов области. После того, как он объединится с строительным университетом, его перспективы только возрастут. Перспективы объединения, развития образования и науки, а также преобразования, грядущие в Самаре, студенты-преподаватели Политеха обсудили с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. На этих молодых людях огромная ответственность, отметил глава региона. В стране технические вузы сегодня крайне нужны. Сейчас стоит задача создавать новые продукты, новые богатства, чтобы помогли людям жить на этой земле, жить и пользоваться теми благами, которые они сами в основном создают. «Инженеры и исследователи, за вами инновацией служить России. Мы все должны сейчас вместе сплотиться и единым фронтом, как мы раньше это делали, делать свое дело, служить России и своему городу». Единство, сплоченность и активность важны не только в учебе, а при создании проектов, научных разработок и воплощении их в жизнь в промышленной сфере. Не быть равнодушным к судьбе родного города особенно необходимо сейчас, когда Самара стоит на пороге нового этапа развития, когда в городе завершается реформа системы местного самоуправления. Районные советы депутатов, выборы в которой состоятся 13 сентября, станут той местной властью, которая будет близка к народу, а сами жители смогут решать, что в первую очередь необходимо сделать в том или ином районе, контролировать, как расходуются бюджетные средства.